Приветствую вас и, пожалуй, первое, из чего хотелось бы начать, это то, что мы не можем, не имеем права вам ничего советовать, потому что ответственность за свою жизнь не стыдно только вам и никому больше. Мы можем помочь вам, увидеть ситуацию более полную, увидеть ситуацию немножечко задраны, чтобы лучше представлять себе пути ее решения. И вот об этом я с вами и хотел бы поговорить. Начнем, пожалуй, с самого начала, где вы пишете, что жить с мужем уже не сможете. Почему так? Так, то есть мы с ним жили какое-то время и успели завести детей, мужчина вел себя определенным образом, довольно длительный, как я понял, срок, а потом внезапно что-то произошло, что-то такое, что подвело вас к какому-то критическому решению. То есть все произошло, почему вы не сможете уже жить своим мужем. Видите ли, любые отношения, в принципе, можно скорректировать. Скорректировать так, чтобы постараться максимально, максимальную выгоду из них получить. Если мужчина, например, лишь только пользуется вами, пользуется квартирой и не обращает на детей никакого внимания, и, соответственно, ему нужно об этом сказать. Соответственно, нужно понять, почему у него такое отношение. Может быть, у вас есть какие-то проблемы, какие-то конфликты именно друг с другом. Следующий важный момент. Кроме того, с какого периода вы подчувствовали, что больше не можете жить. Следующий важный момент. И включается в истории ваших отношений. Как так получилось, что мужчина вот так себя ведет? Ведь он так себя ведет, потому что вы позволяли. Вы изначально позволяли так себя ему вести. И он поэтому так себя ведет, на что вы надеялись, чего вы ожидали, что вы хотели, к чему стремились. И самое главное, почему сейчас подобная стратегия вашего поведения, по, опять-таки, вашему мнению, перестала вас удовлетворять. Что-то произошло. Что-то. Об этом нужно поговорить. Это нужно раскрыть. Это нужно разобрать. И, соответственно, сделать определенных выводов. Следующий важный аспект. Он заключается в том, что, пожалуй, необходимость раздает возможности. И сейчас, пока вы находитесь с мужем, у вас есть некая иллюзия того, что вы не одна, что дети все-таки имеют своего отца. И вы, как бы, свои способности, свои возможности оцениваете именно с этой точки зрения, с точки зрения наличия мужа. Но если его не будет, то это простимулирует вас вести более активную деятельность, более активную жизненную стратегию. И, возможно, ваш доход начнет расти, потому что вы будете стремиться обеспечивать детей всем необходимым. Поскольку вы уже давным-давно справляетесь, по вашим словам, без мужа, то особых проблем для этого я не вижу. Как и не вижу никаких признаков того, что база, ваша база для такого успешного поведения отсутствует. Она есть. Просто вы боитесь перемен. Теперь дальше. Вы пишите, что, значит, удерживает вас от того, чтобы выгнать мужа, только дети. Видите ли, для детей ситуация, как сказал мой коллега, достаточно трансформирующая. Им гораздо лучше, а самое главное, гораздо полезнее для нормального развития и функционирования, когда семья, пусть и не полная, но зато в ней все спокойно и хорошо. Где люди любят друг друга, где царит гармония, где царит покой, умиротворение и так далее. А если вы сохраняете семью ради детей, например, дети ничего не получают, то это, скорее всего, просто оправдание. Оправдание для себя, чтобы не принимать то решение, которое вы хотите и, которое вы уже для себя, скорее всего, приняли, но боитесь его осуществлять. Следующий важный аспект. Это в том, что вы называете детей своей ошибкой. Это большая и серьезная проблема, потому что дети не могут не чувствовать, что вы так о них отзываете. Так вот, дети не ошибка. Когда вы их рожали, вы, наверное, были счастливы. И это действительно так. Дети есть счастье. Дети есть продолжение рода. И дети есть реализация, в данном случае, вас, как матери. Да, есть определенные проблемы, но это не ваша вина. Это вина, скорее, мужа. И не стоит, не нужно думать, что вы были неправы. Не нужно думать, что вы могли поступить как-то иначе, чем в другой ситуации. В той ситуации, когда дети только появились, или когда вы зачали детей, и так далее. Не нужно думать, что у вас был другой выход, потому что вы находились в той ситуации, вы находились внутри нее, и другого выхода у вас, я уверен, не было. То есть, у вас имеется чувство вины, и чувство вины выставляет вас перекладывать ответственность за то, за что ее вы не несете на себя, вместо того, чтобы нести ответственность за то, что вы можете нести. А это судьба вас и ваших детей. И мы задаем себе тогда такой вопрос. Если имеется некая ситуация, которая переполнена чаще вашего терпения, если имеется чувство вины, которое у вас, возможно, также присутствует перед детьми, перед самой собой, сожаление о вашем поступке, если имеется неправильное построение отношений с мужем, некое такое ошибочное поведение по отношению к нему, то вот эти три момента нужно разбирать. Нужно разбирать последовательно. Сперва один, потом другой, потом третий. Ага, если вы не считаете, что такие моменты можно и нужно разбирать, если вы считаете, что для вас все понятно, или если, например, чувства вины у вас нет, и что с мужем там все получилось так, что вы все понимали, но были обстоятельства, которые не позволяли вам поступить иначе, то тогда вам нужно, во-первых, продумать свое правовое поле. То есть, возможно, обратиться за консультацией к адвокату или к юристу, который вам профессионально, полно и подробно в деталях опишет, на что вы имеете право в случае, если вы выгоняете мужа и остаетесь одна. Там могут быть применены очень жесткие меры для того, чтобы муж действительно платил вам алименты, поэтому насчет этого не обеспокоить, все равно только лишь проявить твердость, проявить упорство, и у вас все будет. То есть, чтобы получить то, что вам полонено по праву, нужно этого требовать, ну, уметь требовать. И тогда невольно напрашивается вот какой вопрос, вот какой вывод. Вы терпели отношение мужа к себе, такое вот потребительское, да? Вы сейчас не можете принять решение, которое, ну, если не освободит вас, то, по крайней мере, определит вашу дальнейшую жизнь, сделает ее более ясной, менее давящей, более свободной. И все это суть проявления нерешительности. Нерешительности в себе и неуверенности в своих силах. Если это так, то нужно разбирать причины этой неуверенности. По каким причинам вы терпели от мужа совершенно недостойное отношение? По каким причинам вы сейчас в себе сомневаетесь? Не думаю, что данная черта характера была у вас недавно, появилась недавно. Думаю, что она с вами уже очень давно. И именно она является причиной и источником тех проблем, которые у вас есть. Скорее всего, именно неуверенность в себе и нерешительность мешает вам самостоятельно выбирать вектор своей жизни, самостоятельно направлять ее. Если это так, то с причиной неуверенности в себе, которые, скорее всего, идут из детства, из отношений с родителями, нужно разбирать, нужно работать. С этими проблемами тоже нужно работать, чтобы их устранить. Чтобы вы помешали свою уверенность, чтобы вы больше доверяли себе, чтобы вы более оценили себя. Потому что если вы не будете себя оценить, то и мужчина рядом с вами также не будет себя ценить. Ну, просто подумайте. Если человек готов просто содержать другого человека, тогда как тот другой человек, не тот, кто не содержит, не тот, кто не вкладывает ничего в семью, но он вообще ничего не делает. То есть вы даже говорите, что он на детей внимания не обращает. Ведь, ну хорошо, мужчина может не работать. Хорошо, мужчина может там ничего не делать по дому. Ну, может такое быть, ладно. Но на детей обращать внимание. Хотя бы выполнять свой отцовский долг. Долг он мог бы, но он и этого не делает. И вы такое отношение терпели. Нельзя, нельзя не заметить того факта, что в этом кроются ваши личные проблемы, ваши личные страхи. И, может быть, именно страхи берут свое начало как раз-таки от этой неуверенности в себе. Если так, то вы не будете счастливы и не будете стремиться к тому, чего вы хотите, и чего вы достойны до тех пор, пока не устраните вот эту вот причину, пока ее не осознаете. Пока не будете вместо того, чтобы бояться, предпринимать какие-то действия для того, чтобы скупировать, восполнить, компенсировать вот эту вот неуверенность в себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...